Переходим к краеобмёточной машине Typeical или Typical GM7104D и рассмотрим следующие ее регулировки. Регулировку натяжения нитей, регулировку скорости, регулировку давления лапки на ткань, регулировку дифференциала и регулировку частоты стежка. Прежде чем приступить к работе, нам необходимо заправить машинку. Подробно заправку оверлока мы разбирали на третьем уроке, ссылка сверху. Напоминаю, что заправку производить необходимо только при выключенном моторе. Протестируем строчку на соответствии к качеству и заданным техническим параметрам. Качественной считается такая строчка, у которой верхняя и нижняя нити петлителей натянуты без слабины и приплетаются строго по срезу ткани, без заступа на лицевую или изнаночную сторону. Регулировка производится при помощи регуляторов натяжения нитей согласно цветомаркировке. Мы заправили разные цвета нитей для более наглядной демонстрации дефектов обмёточной строчки. Переходим к дефектам. Синяя нить левого петлителя слишком затянута, поэтому переплетение нити петлителя сместилось на лицевую сторону. Значит, нужно ослабить натяжение нити петлителя с помощью регулятора. Переплетение сместилось на изнаночную сторону Это значит, что натяжение нити правого петлителя слишком велико и необходимо его ослабить Строчка верлака собирает срез в сборку Значит, слишком туго натянута левая зеленая игольная нить Ослабим ее Желтая игольная нить слишком ослаблена и нужно усилить ее натяжение при помощи регулятора Ослаблена левая зеленая игольная нить Увеличим ее натяжение Затянута красная нить правого петлителя Она перетягивает на изнанку игольную нить и нить верхнего петлителя Необходимо ослабить ее натяжение Теперь давайте вспомним, как выполняется регулировка скорости Мы уже разбирали ее на третьем уроке Ссылка сверху Кнопкой P мы выбираем один из шести пользовательских параметров Мы выбираем параметр P06 минимальная скорость Фиксируем данный параметр кнопкой S По умолчанию это минимальная скорость 200 Далее увеличиваем или уменьшаем скорость при помощи кнопок стрелок Теперь необходимо перевести машину из режима настроек в рабочий режим Нажав кнопки S и P Переходим к настройке дифференциала Его используют для контроля за растяжением ткани в процессе обметывания Данная опция позволяет настроить качественную строчку на любых видах ткани С любым коэффициентом растяжения Сегодня мы выполним строчку на трикотажном полотне Biflex с высоким коэффициентом растяжения Приступаем к настройке Откидываем лапку Открываем боковую крышку Механизм перемещения ткани включает в себя зубчатую рейку и рейку дифференциала В данный момент дифференциал стоит в нейтральном положении согласно метке При такой настройке зубчатая рейка и рейка дифференциала перемещаются синхронно Дифференциал регулируется данным рычагом с зафиксированным винтом Если ослабить регулировочный винт и поднять рычаг в верхнее положение Ткань при обметывании будет растягиваться Ткань получилась резко Дифференциал регулируется Дифференциал регулируется Дифференциал регулируется Поработать с горячей Дифференциал регулируется Единственная в 12-3 чаще Если ослабить регулировочный винт и опустить рычаг вниз, строчка при обметывании будет стягиваться. Переходим к регулировке длины стежка. Она осуществляется при помощи махового колеса и фиксирующей кнопки. Нажимаем кнопку и крутим маховое колесо на себя до щелчка, пока кнопка не провалится. Настраиваем длину стежка. Если стежок нужно увеличить, то маховое колесо мы прокручиваем по часовой стрелке. Если уменьшить, то против часовой стрелки. При этом кнопку не отпускаем. Теперь кнопку можно отпустить и проверить настройку. На качество строчки также влияет подбор качественных сопутствующих материалов игл и ниток. Об этом мы уже рассказывали на третьем уроке. Ссылка сверху. Иглы должны быть правильной маркировки, не затупленные. При обработке трикотажных полотен используются специальные иглы с специальной заточкой. Важно, чтобы нитки были одинаковой плотности, толщины и на одинаковых бобинах, лучше конусовидных. При обработке трикотажа также используют специальные текстурированные нитки для получения более качественного и эластичного шва. Теперь переходим к замене иглы. Замена иглы на верлоке осуществляется аналогичным образом, как и замена иглы на прямострочной машине. При помощи специальной отвертки ослабляем винт на иглодержателе, вынимаем иглу. Новую иглу вставляем, располагая длинный желобок к себе, вставляем ее до упора и затягиваем винт. Для того, чтобы швейное оборудование качественно и бесперебойно работало, необходимо неукоснительно соблюдать правила его эксплуатации. Следить за целостностью и исправностью электрического шнура. Периодически очищать от пыли, отчесов, отсеки петлителей в корпусе машины. Следить за уровнем силикона. Производить своевременную замену изношенных игл. Если нож некачественно срезает ткань, обратиться за помощью к механику для его заточки или замены. Систематически следить за осуществлением смазки машины через смотровое окно. Контролировать исправность машины и своевременно устранять неполадки. Соблюдать соответствие толщины игл, ниток и ткани. При шитье не тянуть ткань рукой. Вращать маховое колесо только на себя. Не хранить машину в холодное время года в неотапливаемых помещениях с повышенной влажностью и перепадом температур. Наша учебная смена подходит к концу. Давайте выполним чистку машины. Отодвигаем фронтальную и боковую крышки. И при помощи жесткой кисточки очищаем от пыли ниток и очесов отсеки петлителей. При скоплении пыли и очесов под игольной пластиной снимаем пластину, откручивая винты и удаляем производственный мусор. На производствах для ускорения данного процесса используют воздушный компрессор. На этом практическая часть нашего урока завершена. Не забываем по окончании работы выключить используемые электроприборы, убрать инвентарь, детали изделий, отходы, места их хранения. А сейчас пришло время подводить итоги. Сегодня мы с вами познакомились с основными регулировками и настройками прямострочной машины Typical GC6158MD и краеобмёточной машины Typical GN7104D. Рассмотрели дефекты прямых и краеобмёточных строчек, научились производить замену игл на данных машинах. И ознакомились с правилами эксплуатации этих машин. Для закрепления пройденного материала мы рекомендуем вам отработать эти навыки самостоятельно, протестировать и отрегулировать прямую и краеобмёточную строчку на различных видах ткани. А мы с вами прощаемся. Спасибо за просмотр. А вы можете ознакомиться с планом следующего нашего урока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!